Коллеги, спасибо, что дали возможность проспичить наш проект. Наш проект называется Match Money. Немножко о нас к тому, что мы. Собственно, я CEO и кофаундер компании Broccoli Games. Мы 10 лет разрабатываем игры. Это веб-игры, это мобайл-игры. И основное направление – это жанр casual. Большая специализация у нас по джанре Match 3. Кто не знаком с Match 3, немножко расскажу, что это в целом является очень большим, крупным жанром на рынке мобильных игр. Очень много скачек, и также он классно перформит. Здесь показано топ-15 игр за 2023 год. Значит, там занимает 25%. Три недели назад мы вышли, или четыре недели назад мы вышли в Telegram. На данный момент нам нужно еще около месяца или пяти недель для реализации того функционала минимального, который мы видим. Сейчас в игре у нас около 3000 уровней. По сути, каждый уровень – это игра-головоломка. И также представлены несколько различных ивентов, которые улучшают игровые показатели. Сюжет игры очень простой. Так как мы находимся вообще на рынке Telegram мини-аппликейшенов, это крипта, соответственно, мы взяли и нарратив около криптовой. По сути, главный герой – это руки, ноги, которые игрок может ощущать, как будто это он сам. У нас главный персонаж – это обычный человек, который попадает в мир. Есть обычная жизнь и какие-то сюжеты, связанные с криптой. Мы идем не так, как многие партнеры в своем развитии. Сейчас большинство проектов – это проекты, которые рассчитаны на листинг. То есть им нужно собрать 100-500 миллионов установок, заработать, сделать листинг, тем самым поощрить пользователей. Наши проекты, они очень долгосрочные. Самый наш первый проект, который мы выпускали 10 лет назад, он до сих пор имеет очень большую аудиторию. И у нас пользователи живут реально годами. Есть пользователи, которые 10 лет играют в такой аудитории очень много. Поэтому мы заранее понимаем, что такая модель в виде аэродропов нам не очень подходит. Это вся сезонность, это накладывает ограничения. И наша модель очень простая. Мы будем зарабатывать различными путями. Это инапы, это реклама и тому подобное. И просто 50% делиться, вознаграждать наших пользователей. Где же у нас игрок может заработать? Это он может заработать как в однопользовательских событиях, так и побеждая в многопользовательских событиях. Соответственно, чтобы выиграть, тебе надо быть активным, ну, как бы побороться за эти призы. Мы очень хорошо знаем, как делать именно игры. Сейчас для нас рынок веб-3 это новое направление. Но открывается большой класс для сочетания веб-2 и веб-3. И вот именно что касается телеграммы, мы видим здесь вообще очень много возможностей именно для виралки. Соответственно, мы знаем, что в игре хорошо ценится, что не очень хорошо ценится. И делаем различные механики такие, чтобы стимулировать игрока приводить своих друзей, повышая коэффициент виральности. Также у нас очень большой будет упор, наверное, месяца через два мы приступим к этому аспекту. Это различные NFT-коллекции. По сути, они будут в различных аспектах игры. И ценности, которые мы будем закладывать перед игроками, это то, что вот эти NFT, они расширяют ваш игровой опыт. И по сути, это какая-то дополнительная плюшка, которая и буст дает, и хочется это пощупать, даже несмотря на то, что это NFT. В принципе, как раз времени очень мало, поэтому эта картиночка про нас и вообще наши запросы, какие есть. Это знакомство с коллегами по рынку. Нам интересен обмен опытом по развитию игры. У меня у самого большой опыт, десятилетний это геймлзайн, продакшн, аналитика, маркетинг. Я понимаю, как развивать и игру, и приложение, и готов делиться, и готов впитывать положительный опыт у других коллег. Ну и также покупка трафика и коллаборации с другими таймапами. Причем коллаборации я вижу не только просто, как разместили таск, и все. Мы можем сделать очень прикольные, крутые ивенты, вплоть до того, что они либо на постоянной основе, либо вообще вечные в проекте. Вот это если каратенечка про нас, про наш проект. Спасибо. Мне стало интересно, вы сказали, что видите ограничения в системе аиргропов, так как работает сейчас большинство как игр, так и приложений попроще. Вот в чем, собственно, вы видите минусы и нюансы, почему именно вам не подходит такая система работы? Ну, там много минусов, на самом деле. Начнем, наверное, с основного, которое нам бы мешало. Сейчас, ну вот, у текущих проектов есть какая-то сезонность. Соответственно, пользователи ждут вот этого окончания этого сезона. Когда они дождутся, они получают то, что хотели получить, изначально уходят. Ни к чему это, на наш взгляд, делать. Да, мы, возможно, идем не в рынок, и, возможно, это будет сейчас нашим минусом, но мы считаем, что рынок перестроится в эту сторону. Вот, это первое. Во-вторых, просто по математике, наверное, и честнее, и понятнее для нас заложить ту экономику, которую мы сейчас получаем. То есть, да, мы будем, ну, это тоже будет, мы понимаем, что это один из наших минусов. Он заключается в том, что люди, когда ждут аиродроп, они не знают, сколько получат. Они ждут какой-то продолжительный период, там, 3-4, там, 6 месяцев. И за это время сумма, ну, может быть, значительнее, чем ту сумму, которую ты увидишь у нас сразу. То есть, у нас игрок сможет быстро участвовать в каких-то соревнованиях, и это будет, конечно же, меньшие деньги, чем он бы увидел тот же заработок, который он может получить в нашей игре через 6 месяцев. Но основное, это вот сезонность, вот это и ожидание. Мы вообще рассчитаны на тех игроков, которые непосредственно любят игру, которым нравится матч 3. А вот этот вот бонус, что ты можешь заработать, это приятная плюшка. Поэтому мы считаем вот так вот. Ну, мне нравится стратегия мотивировать игроков именно интересным геймплеем, а не будущим выигрышем. А у вас, по-моему, там все равно есть возможность вывести, правильно? А как часто игроки могут выводить деньги? У нас не будет никакого ограничения, сколько ты заработал, если есть у тебя деньги, которые ты достал из какого-то соревнования, как-то заработал в игре, ты можешь сразу выводить. Единственный момент, у нас еще это не реализовано. И вот как раз вот тот функционал нам нужно доделать. Мы сейчас покупаем трафик, покупаем в основном СНГ, потому что мы знаем, как пользователь ведет себя в наших продуктах на СНГ рынке. Вот, поэтому мы в период сейчас софт-лонч. Но буквально, ну мы пользователи нашим этим не говорим, я думаю, что у нас здесь коллеги по другую сторону, да, поэтому в целом это 3-4 недели, но я как раз себе даю вот 5. И как раз в этот период я сейчас составляю контентный, не контентный медиа, а план закупки, какой у нас будет маркетинг, какие этапы и тому подобное. У вас, по-моему, сейчас там работает система, что внутриигровые токены, они обмениваются на USDT. Да, все верно. Если нет никаких ограничений, возможно, есть хотя бы какая-то минимальная сумма, которую можно вывести. Ну, чтобы, не знаю, не было вывода. Не будет такого. Мы не видим в этом необходимости. Коллеги сформулируют вопрос, почему это нужно, я не очень понимаю, зачем это нужно. Это создает дополнительное недоверие у пользователей. Назовите, пожалуйста, какие ваши основные конкуренты и как вы вообще планируете с ними конкурировать за юзером? Смотрите, очень интересный вопрос, Иван. На самом деле, все, кто находится сейчас в рынке Telegram, на наш взгляд, наши партнеры и по факту, так как рынок именно матч-3 игр очень большой, тогда, когда мы станем на ноги в Telegram, мы пойдем вот туда, на внешний рынок, к большим компаниям, которые так же, как и мы, выпускают матч-3 игры. И в этом, на самом деле, наша стратегия на перспективу, потому что мы умеем делать интересные реально матч-3 игры, но на текущем Web2, на мобильном рынке, мы не можем предложить что-то такое, некий буст, который бы мог предложить конкурентное преимущество перед большими игроками. А когда у тебя будет две игры, там так же одинаково можно получать эндорфины, только здесь просто Web2, а здесь еще можно какую-то денежку заработать, ну, на мой взгляд, как бы вот это является конкурентным преимуществом. Поэтому самые наши главные конкуренты будут через некоторое время. Окей, а целевая аудитория, тогда можете про нее рассказать подробнее? Целевая аудитория реально очень широкая. Вообще в матч-3 считается классическим, это женская аудитория 30-35+. Если говорить про наш опыт, мы представлены в СНГ в основном, и у нас, честно говоря, ну, скажем так, 65, наверное, процентов это женщины, 35 мужчины, но так как мы в большинстве своем имеем трафик соцсетей, то у нас там 50+, аудитория. Вот, если брать на мировой рынок, то это 30-35+. Но из-за того, что здесь появляется пласт заработка, это не будет прям вот мы тут заработали, ну, все понимаете, наверное, рынок, да, чтобы ежемесячно у каждого игрока там по, не знаю, по 20-30-50 тысяч рублей хотя бы, да. Вот, поэтому это будет меньше суммы, но меньшая сумма, на мой взгляд, интересна и более пожилому возрасту, и, ну, подросткам, да, это дополнительные какие-то карманные деньги. Поэтому, в целом, мы видим расширение вообще аудитории, как нашей, так и вообще в целом на рынке. Просто такой возникает вопрос, не будет ли для них странно вот эта вот вся технология взаимодействия с тоном, с блокчейном, особенно для возрастной аудитории, будет ли какое-то обучение для них, или какая-то инфлюзивная в этом плане для такого? Да, смотрите, на данный момент мы идем от простого к сложному, мы идем от того, что трафик закупаем уже в, ну, планируем, да, закупать в каких-то криптопроектах. Сейчас трафика много, то есть эта аудитория уже знакома. А далее мы, конечно же, будем увеличивать охваты, но, как мы считаем, да, вообще вот тот функционал, который мы хотим реализовать, который мы видим тоже базово необходимый для конкуренции какой-либо там на внешнем рынке, это, ну, полгода как минимум. Пройдет время. На наш взгляд, мы где-то, все коллеги находимся там в первом, я надеюсь, в вагоне поезда, и как я, так и вы, коллеги, поможете этот рынок сформировать, и все мы здесь находимся, и думаем, что он просто расширится, и крипта станет более доступна для каждого человека. Поэтому тут сложностей тоже никаких не видим, и сейчас та аудитория, что мы собираем, они все как бы понимают и говорят, «О, это та МАЧ-3, которая есть на рынке, только здесь можно зарабатывать?» Вау, классно. Можно вопрос из зала? Еще раз, я, наверное, пропустил, можно узнать, откуда вы планируете выплаты делать? То есть я так слышал, что от рекламы, да, то есть это да? Смотрите, да, Павел, ну, пять минут мне, к сожалению, не позволяет все доказать, что мы как, откуда планируем, но если коротко, мы все деньги, которые будем зарабатывать, мы будем это складывать в различные ивенты, активности, ну, собственно, вы тоже там в игре... Да, 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 я поэтому задаю вопрос, вот как вы, вот у вас есть ли у вас расчет, какие деньги вы будете зарабатывать из каких, например, каналов, да, потому что вот мы столкнулись с монетизацией, мы прекрасно понимаем нашу монетизацию, да, как мы зарабатываем деньги, на чем зарабатываем деньги, какие трудности с этим есть, когда ты их зарабатываешь. И вот вопрос, у вас есть план какой-то, либо какие-то новые идеи, как привлечь живые деньги в проект для того, чтобы распределить между участниками? Смотрите, рынок вообще, он именно нашего жанра, да, он очень старый, и если посмотреть просто именно матч-3, просто, ну, там реально очень большой ревенюс людей. Понятно, что не все люди получать будут одинаково, ну, вот условно, в чем, наверное, минус, да, Юля спрашивала, вот, аэродропов и тому подобное. Бояться, вот как бы никого не обидеть, да, когда раздают вот эти деньги. А у нас не надо бояться, это ты, пожалуйста, либо активничай и заработай их в соревнованиях, ну, либо не заработай. Насчет, Павел, вашего вопроса, конечно же, математика есть, и это доходы и рекламные, это доходы и синапов, первоначальные наши будут вложения, ну, расчет, как бы, есть, все в целом понятно. Наверное, еще тогда маленький вопросик, если позволите. За одну вот игру сколько человек может заработать, там, условно, поиграл в соревновании, заработал, там, 10 копеек, условно, там, или, там, 0-0, 1 тонна, или как вот. То есть сколько, например, вот человеку, обычному, среднему, статистическому, сколько раз, сколько сессий нужно проиграть в день, да, для того, чтобы хотя бы, там, условно, 1 доллар в день заработать, или, там, условно, 10 долларов. Да, я услышал, я услышал вопрос, если вы прямо конкретно цифру хотите. Ну, приблизительно, да. Да, приблизительно. Ну, понятно, что, ребята, да, коллеги, это еще немножко пальцем в потолок. Конечно, конечно. Время покажет. Но, в целом, мы понимаем, что обычный игрок без всяких выигрываний, там, в соревнованиях и тому подобное сможет заработать, там, где-то около доллара в месяц. Чуть поменьше, может быть, 80 центов в доллар. Вот, если ты активный игрок, у тебя еще это будет прибавляться путем выигрыша в различных ивентах. Меня зовут Филипп, я кофаундер Scaladex, Scaladex по-русски. Мы делаем Perpetual Dex на Тоне, и мы являемся участником акселерации Triangle, это акселератор от One Inche Note Coin. И вот мы сейчас в первой когорте, как раз еще параллельно акселерации, как раз-таки решил зайти вам, показать, над чем мы трудимся, и поделиться последними результатами. А давайте начну с самого важного, то есть Scaladex по факту. Если тут будет много таких терминов из DeFi, если непонятно, пожалуйста, потом задавайте вопросы, буду очень рад, конечно, на них ответить. В общем, Scaladex это такой подход, double-edged sort, я бы сказал. Мы делаем генерифицированный approach для онбординга юзеров внутри Telegram к системам, потому что мы знаем все, что Telegram довольно огромный марк, и интеграция Тона в нее позволяет как раз-таки делать довольно символы с интеграцией пользователей внутри разных финансовых приложений. Мы непосредственно делаем как раз-таки Perpetual Dex. Ключевая особенностью здесь является капитал-эффективность. Это по сравнению с уже работающими моделями, такими как Storm или GMX. И также в будущем еще переход на Dedicated L1 Consensus Layer. Это иметь в виду, что это будет AppChain, который будет держать Order Book внутри нашего Perpeta, чтобы долгосрочно соревноваться с такими гигантами рынка, как Binance и, допустим, централизованными биржами. У нас уже запущенный MiniApp, который позволяет пользователям делить ставки на движение криптовалюты вверх-вниз, поставил, тапнул, сидишь, классаешь. Мы планируем запуск Close Beta в районе конца ноября. До этого момента сейчас растим активную аудиторию. У нас 130 тысяч MiniApp Manfly Active Users и в районе 100 тысяч Telegram. Плюс мы уже замбордили первых, можно сказать, фондов в качестве liquidity провайдеров и партнерами с крупными MiniApp'ами для как раз-таки конверсии трафика в нашем MiniApp. На текущий момент все это было достигнуто без каких-то маркетинговых усилий путем как раз-таки знакомства с участниками рынка, я бы сказал. Почему мы, собственно, делаем Consensus Layer? Потому что, как я уже сказал, это является в долгосроке ключевым особенностью для трейдеров. Для многих трейдеров, как мы знаем, ключевой особенностью является опять-таки уровень комиссии, которую они платят, а также скорость исполнения сделок. И именно Consensus Layer позволит именно перейти на достигнутую такого уровня. Мы уже стартуем в MVP с довольно более эффективной моделью по сравнению, как я говорил, с Jam Access Storm. И дальше переходим более на такой на orderbook модель, которая как раз-таки позволит именно достичь нам long-term stability, которую мы хотели. Помимо этого, мы очень сильно концентрируемся на engagement features. Ключевое для Perpetual Dex является это такие как social engagements, это копитрейдинг друзей, competition и битвы между как друзьями, так и незнакомцами, реферал программа. Мы изначально при запуске будем готовы поддерживать большое количество торговых пар. В районе 100 торговых пар на 10 блокчейнах все это зависит от оракула и ликвидности. То есть по факту мы можем залезть в любую пару, мы не ограничены в выборе, мы как Perpetual Dex ориентируемся в первую очередь на ликвидность. И также мы можем поддерживать премаркет фьючерсы, это как раз токены, допустим, которые еще не торгуются на бирже, но мы уже можем на них выпустить фьючерсы, потому что мы знаем их как бы конечный рынок и можем поддерживать их торговлю внутри нашей платформы. Это такая битва с друзьями, приглашаешь друзей, соревнуетесь, получаете поинты, выигрываете и забираете пенели своего врага, можно сказать. Мы считаем, эта итерация будет запущена в ближайшие две недели, надеюсь, с вами поделитесь как будут апдейты. Касательно нашего roadmap мы сейчас, как я уже сказал, активно растим аудиторию, у нас текущий гол где-то 300к подал, поставить до, планируем тоже достичь еще где-то до конца ноября, после акселерации уже выйти на работу непосредственно с MVP, то есть с рабочим Perpetual Dexом, где будет больше фокус непосредственно на ликвиде провайдеров, это как работа непосредственно фондами по представлению ликвидности, также и за включение таких различных social engagement features уже непосредственно сам Perpetual Dex. И в следующем году мы уже таргетируем запуск именно L1. Касательно нашей go-to-market стратегии, сейчас мы активно, можно сказать так, варимся в экосистеме Тона, формируем нашу core audience, находим непосредственно трейдеров, которые пользуются DeFi-приложениями, Тон, рынок еще довольно маленький и молодой, но поэтому мы считаем, что как раз access к новым юзерам здесь лежит именно через геймификацию и прочее. И после того, как мы сформируем нашу core audience, мы уже дальше будем смотреть на другие рынки, потому что как раз таки мы не ограничены довольно тоном. Из-за того, что у нас есть собственный consensus layer, мы можем в целом амбордить с любой системы пользователей, но как раз таки mini-app здесь будет являться таким, наверное, ключевым удержанием метрика для игроков. Касательно команды, я сам уже давно в DeFi где-то с 2020 года, работал в Aave еще в 2017 году, а мои коллеги, они как выходцы из McKinsey и Яндекса, у всех довольно большой опыт в DeFi, в целом рынок нам довольно понятен, уже многое посмотрели и будем рады поделиться каким-то опытом. Мы уже с амбордами первых адвайзеров, включая Вадима и Z-Scrum, также у нас есть Сали, который работал раньше в Hobby Exchange и сейчас непосредственно курирует нас Asian Market. Мы активно, наверное, фокусируемся в первую очередь на DeFi аудиторию, поэтому наши адвайзеры такими говорят Strong DeFi Focus. Еще ищем, конечно, больше партнеров по маркетингу направлению и, наверное, это вот основное, что мы сейчас хотим сделать. Мы сейчас находимся на стадии фандрейсинга, у нас strategic round при 300 тысяч, при safe и token warrant 8 миллионов. Это у нас не было никакого раунда до этого, у нас был только angel round в районе 50 тысяч и сейчас, поэтому мы, это наш первый раунд оценки. Собственно, это все. Был рад поделиться с основными деталями, можно дальше, думаю, не продолжать. Есть приложение, если интересно, можете перейти, я его как раз оставлю. Можете рассказать подробнее о конкуренции именно на тонне? Да, сейчас конкуренция на тонне, мне кажется, представлена в основном в сфере DeFi крупными игроками, таким как StormTrade, есть TradeOr, это вот ключевые Perpetual Decks, которые сейчас запущены, но, как мы можем посмотреть по Attraction, объемы довольно слабо сейчас коллерируют, в первую очередь, из-за того, что конверсия пользователей очень маленькая, поэтому мы считаем, что ключевое сейчас для анбординга как раз-таки новых пользователей, непосредственно метрики по конверсии пользователей, которые обычно DeFi-приложения довольно сильно упускают, поэтому мы более настроены на геймифицированный аппроуч, и, наверное, мы ближе сейчас находимся где-то к стадии Bloom, при этом Bloom, где является One All-in-One Solution, в котором включен и Memcoin Launchpad, и Spot Trading, и фьючерсы, мы же больше концентрируемся только на фьючерсной торговле, и хотим нарастить базу именно в ней, и уже дальше потом смотреть на другие рынки. Есть ли какие-то регуляторные риски связаны с проектом? Касательно Perpetual Decks нет регуляторных рисков, так мы не взаимодействуем непосредственно с фиатной валютой, это является DeFi-приложение с набором смарт-контрактов, то есть по факту мы больше представляем, являемся такими софтверами за сервис, представляем софтвер, и по факту мы не отличаемся от других DeFi-приложений, которые сейчас существуют. По поводу технических рисков еще можете рассказать, потому что, ну, все-таки биржи, мне кажется, особого внимания технические составляющие требуют. Да, конечно, хороший вопрос. Касательно технических рисков, тут, мне кажется, модель стандартной работы, у нас гибридная биржа, имеется в виду, что все деньги пользователей хранятся непосредственно в смарт-контракте, они все видны в верифицированной ончейн, контракт, ни у кого нет доступа к этим деньгам, и лишь часть вычислений, которые используются для торгового движка, она находится на наших серверах. То есть это сделано для того, что блокчейд, с того, что не может обрабатывать большое количество транзакций, нужно переносить часть вычислений на внутренние сервера. Но мы планируем это дальше исправить, потому что в текущем варианте нам кажется, это такая гибридная модель, это недолго играющий сценарий, и в будущем перенести полностью все торговые продера, именно блокчейн, но для этого у нас будет как раз-таки создан собственный, можно сказать, такой dedicated blockchain, о чем я говорил раньше. И когда это примерно планируется? Сейчас у нас, сейчас мы находимся на стадии запуска MVP, мы планируем сфокусироваться на ней на ближайшие 3-6 месяцев, и после, в районе 6 месяцев, я бы сказал, это первый квартал 2025 года, мы перейдем уже на другой движок полностью торговый, который будет поддерживать orderbook модель, и это будет где-то первая карта 2025 года. Вы говорили, что вы перейдете на другой движок, и я где-то видела информацию, что у вас скоро заканчивается первый сезон приложения. В чем, собственно, будет разница и что будет происходить? Хороший вопрос, очень нравятся ваши вопросы. Касательно сезона приложения, это больше нацелено на юзеров, то есть у нас сейчас, как я говорил, мы находимся на стадии меняпа, то есть мы фокусируемся непосредственно на юзер-акквизишне, чтобы потом его, как бы, эту воронку пользователей уже перенести на такую настоящую, можно сказать, фьючерсную торговлю. И это сейчас больше сделано для пользователей. Мы выпускаем новые фьючерсы, которые позволят пользователям больше взаимодействовать друг с другом. Наша позиция в целом, мы считаем, что Телеграм довольно такой, это все же мессенджер в первую очередь, и люди хотят с друг другом общаться, поэтому наши новые фьючерсы-релизы, они как раз нацелены на то, чтобы люди могли больше коллаборировать с друг другом, непосредственно играть. Такие, можно сказать, приближенные к реальной торговле вещи, то есть, когда соревноваться с друг с другом на движении валют и выигрывать друг друга, забирать поинты либо какой-то P&R. Получается, они как бы делают ставки одновременно? Да, у нас они делают ставки одновременно, там есть такое, можно сказать, кулдаун период, когда мы даем им время поставить ставку, потом после этого кулдаун периода их ставки появляются как бы на основном терминале, и уже нас носить на этих ставках, идет понимание, кто из них выигрывает и кто поигрывает. И, кстати, пока мы не отошли от темы юзеров, будут ли у вас какие-то награждения для ранних юзеров? Да, мы, наверное, идем в таком классическом пути в плане того, что пентономика — это наше все. Мне кажется, она в DeFi сейчас сделала такой новый альт-сезон, то есть, можно посмотреть по примеру Hyperliquid или крупных DeFi-предколов на Солане. Мы считаем, это хороший способ привлечения пользователей, потому что ты заранее не размываешь свой токен, ты выделяешь его непосредственно, как бы, можно сказать, alignish incentives, это популярное слово, то есть, ты выдаешь его именно тем пользователям, которые именно работают, участвуют в плане действия, которые именно для тебя важны. И мы сейчас как раз-таки работаем под поинт-моделью. Сам токен-дроп мы пока не планируем в ближайшее время, потому что для Perpets очень важно иметь. Это очень сильно стимулирует объемы. Можно посмотреть по примеру, опять-таки, буду много, наверное, про него говорить, Hyperliquid, как хорошие такой модели с поинтономикой и работой Perpets и у них свой тоже как раз-таки L1 order book и как раз-таки поинты очень сильно помогают им удерживать объема пользователя. Скажите, как вы отсекаете ботов? Касательно текущей вариации боты у нас отсекаются, то есть, как это происходит? У нас есть внутренний скрипт, по которому мы сомнумом прогоняемся в раз в какое-то количество времени. При запросе попадания миниап, отличая от DeFi-приложения, где пользователь просто показывает свой кошелек и отправляет транзакцию, подписывает, при взаимодействии с миниапом он отправляет довольно большое количество данных с фронта, то есть, мы понимаем, какого устройства он пользуется, какой у него тип взаимодействия с нашим миниапом и на основе скрипта, который постоянно дорабатывается, происходит в раз в какое-то время просто отрезание пользователей, ну и банок внутри системы. Это по-похоже модель работает Bloom, в целом, они, мне кажется, такие сейчас лидеры рынка, которые мы у них немного вдохновляем с этим. Просто интересно, сколько сейчас пользователей проекта и как вы вообще с маркетингом работаете и аудиторию наращиваете? Да, сейчас мы непосредственно, у нас 130 тысяч МАУ по последним, по последним нашим, можно сказать, внутренним расчетам. Мы работаем сейчас с аудиторией путем как прямых кросс-коллаб с протоколами, то есть, это когда как раз-таки кросс-таски, это какой-то кросс-коллаб в рамках спейсис или анонсов, наверное, основной, который самый незатратный, потому что аудитория как раз-таки по Телеграму меня сейчас довольно перенасыщенный рынок, это довольно тяжело получить, мы ее получаем. И второе, это больше, наверное, сейчас органический growth, то есть, мы довольно активны непосредственно, можно сказать, таком, пытаемся быть активными в твиттер-тусовке, мы сейчас ходим на различные спейсис, где там среди OneInch, Triangle, ну и других участников DeFi-экосистемы, и вот это, наверное, сейчас наши две основные стратегии в User Acquisition, после того, как мы запустим меня с работающей revenue-модели, или же появится какой-то cashflow дополнительный, чтобы работать непосредственно с маркетингом, у нас стратегия будет это как revenue split с Quals, то есть KVS, и в рамках нашего меня, потому что мы как DeFi-приложение, нервируем непосредственно торговые физы, нам очень легко делать revenue split, и второе, это прямой маркетинг dedicated channels, уже прям, за какие-то деньги. Тогда на последок можете поделиться ближайшими планами на будущее, потому что мы уже затронули ранее эту тему, и можете еще рассказать про ней на конец года или на следующий. Сказать о наших планов, мы сейчас очень активно готовимся к запуску непосредственно MVP, то есть торгового полностью, как я сказал, лунчейн-бишка биржи, который будет в конце ноября, после этого мы сфокусируемся на дальнейших как бы social features, которые позволят пользователям взаимодействовать, то есть у нас есть уже пара наработок, которые, гиппоисы, которые будут работать, целью этого является увеличение нашей конверсии, потому что, как я сказал, ключевое, наверное, сейчас с чем сталкиваются, Telegram и Миниап это очень слабая конверсия пользователей, платящих пользователей очень слабый средний чек, вот это наша, наверное, типичная работа, как и любого стартапа, который пытается над этим как-то это улучшить, вот, а после этого, после того, как мы добираем какую-то критическую массу, мы переходим уже в вторую итерацию инфраструктурного проекта, который будет как раз в первом квартале 2023 года, где мы запустим инфраструктурный проект модель.